Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и короткие новости от NoMers Radio. За поддержку выхода этого ролика Копеечка я благодарю анонима Скиви, Кирилла Юрьевича, Дениса Куликова, Кирилла Савельева и человека с ником Постнаркотический голод. Большое спасибо за поддержку вам, ребята. Этот ролик вы видите уже в сентябре, поэтому... Я благотворно провел конец прошлой недели, сначала 28 августа, сгоняв на концерт Наивы на корабле, где наснимал интервью, первый план с которым выйдет завтра, 8 роддомных групп и влог о походе, который уже на канале. А на следующий день продолжил этот марафон походом на панк-рупор. Оттуда на нашем ютуб-канале тоже уже есть влоговый отчет, плюс там мы наснимали интервью и материал для наших рубрик 8 роддомных групп, ноу-мерси топ с тараканами. Предлагаю для вашего ноу-мерси рейдио новый лозунг. Я буду вспомнить, какой у нас был старый. Нет, значит, да, лозунг будет не только новый, а единственный пока что. Батько-эть, Виталик-будь. Это я придумал такой лозунг. Белорусско, так сказать, видео-блогерский. С группами Дени Свободы, Порто-812, Ёрш, Пионер-лагерь Пыльная Радуга, в ближайшие дни 10 я постараюсь активно каждый день все это монтировать, выкладывать, ну и про новостные ролики тоже не забывать. Стюарт, барабанщик Аматри, выложил у себя в истории в Инстаграме вот такую фотографию с Игорем Капрановым. Не очень понятно, при каких обстоятельствах она была сделана, но я очень рад, что парни нормально общаются. Может, Игорян и споет у Аматри на дне рождения, а может, парни вообще пишут совместный трек, потому что за спинами у них на фотографии мы видим акустический поролом, в кадре есть студийный микрофон, наушники. Думаю, что все это не просто так. А вы как думаете? Кто достойного на это воссоединение, нам может ответить Запад. Вот такие фотографии раздетых и перемазанных в кетчупе британца Оли Сайкса и губастого американца Янг Блада появились в сети. Судя по всему, сделаны они были в качестве промо для их совместного трека, который выйдет 3 сентября, и вместо которого все равно все будут слушать Шифутинского. Кто чего ждет от этого фита, пишите в комментарии. У моей группы в себе вышел новый сингл под названием «Чуть станем ближе». Мы долго над ним работали, вложили в него душу и очень много сил. А еще в записи сингалонгов для этого трека приняли участие музыканты таких групп, как «Моя подруга Катрин», «Тренд» и «Транскорпус». Те самые, что кричат в заставке в конце каждого выпуска. Пока зацените небольшой фрагмент, а ссылочку на полную версию я оставлю в описании. Если потом не забудете перейти по ней, послушайте песню целиком, и в комментарии напишите, как она вам, мне будет приятно. Американцы Escape the Fate выпустили новый сингл, который войдет в саундтрек к новому фильму «Snow Babes». Он сопровождается вот таким видео, а в следующем году парни планируют выпустить альбом. А еще очередной новый сингл под названием «Annihilation» вышел у метал-кошечков «Fit for a Thing». 18 сентября на лейбле Solid State Records должен выйти полноформатник. В традиционной рубрике с отгадыванием сегодня горячо любимые мной американские M-pop-панки с треком с альбома 2003 года. Кто смог отгадать название группы и желательно трек отпишите в комментарии, кто не смог, пишите, на что это по вашему мнению похоже. Спасибо тем, кто копеечкой поддерживает эти ролики, они выходят благодаря вам. Ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании. Всем горячий сентябрь и пока. Субтитры сделал DimaTorzok